Кроме того, все эти поездки ничего не стоят. Катаешься дешевле, чем на общественном транспорте. Буквально. Вот моему сыну, чтобы поехать на тренировку на общественном транспорте, нужно 4 рубля. Можно и бесплатно, конечно, но из деревни это проблематично. Нужно ехать на автобусе, метро и плюс еще пешком 2-3 километра. На дорогу уйдет 1,5-2 часа. Можно на маршрутке, тогда на дорогу уйдет около часа, и там все равно придется пройти пешком эти 2-3 километра. И плюс 4 рубля на круг. 4 рубля это примерно 1,5 доллара. Дочь на поездку на занятия в город тратит примерно столько же. 20 дней в месяц это 30 долларов только на транспорт. Для ребенка. Акцентируя внимание на том, что мы живем в деревне. В городе транспорт для детей у нас бесплатный. А вот лифт тратит на пробеге в месяц 2-2,5 тысячи километров 16-20 долларов на энергию. За все. На 100 километров ему требуется примерно 80 американских центов. То есть можно весь день кататься по делам, ездить по работе, возиться на тренировку. Дочеку на занятия. И это будет примерно в половину дешевле, чем дети тратят на маршрутку. В принципе, когда у меня есть время, я так и делаю. Но все эти выкладки будут верны только в том случае, если у вас есть ночной тариф на зарядку. Своя зарядка. И вам хватает запаса хода на день. Если одна из этих составляющих выпадает, тогда ваш электромобиль становится либо неудобным. Это когда нужно искать, где его зарядить, либо дозарядить. Ну и, соответственно, неэкономным. Если вы будете заряжаться на общественных зарядках, экономия будет не столь существенной. Именно поэтому я рекомендую перед тем, как покупать электромобиль, взять его минимум на неделю в прокате. И погонять его по всем маршрутам. Проверить, как он заряжается от вашей розетки. Прокатиться по ближайшим зарядным точкам. И уже в соответствии с этим принимать решение. Главное в электромобиле это, чтобы у вас была своя доступная точка зарядки 24 на 7. И вам хватало запаса хода на день. Тогда электромобиль зацепит вас с первой же поездки и уже не отпустит. Едем дальше.